Послушайте, сэр, замечательные, ёмкие слова. Всё-таки о Генри я вам скажу это в точку. Что-то необычайное, чего он не умел охватить, дрожало в воздухе. Что-то путало его мысли, возбуждало чувства, делало его одновременно томным, раздражительным, восторженным, недовольным и весёлым. Он не умел поставить диагноза и не знал, что весна физиологически распускается в его организме. Его взгляд искал истинное подтверждение весне, причину и следствие этого состояния. Смотрите, боже мой, я почти чувствую аромат фиалок, сказала она, её васильхово-зелёные глаза блеснули. Нет, я понимаю, что рано, но мне кажется, а вам не кажется, завиток пшеничных волос дрогнул, ресницы вспорхнули и прикрыли глаза, а потом распахнулись и в глаза блеснула весна. Вот, вот оно, истинное бесконечное приключение. Вот оно, предвестие весны и причина вдруг возникшей чувствительности. Весь мир охвачен весной. Немного весны, музыки, лёгкости и прекрасной литературы подарили вам актёры Народного театра Павел Кутявин, Марк Личенков и с премьер-даме «Амсамбль Миноэ». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты